Всем привет! Вы на канале Напчане, с вами Наташа. 17 апреля 2021 мы с вами находимся в Джимы Те, пройдемся к пляжу, к морю по первому проезду и посмотрим на примере одного из центральных проходов к морю, как курортный поселок готовится к предстоящему курортному сезону. Уже неоднократно было сказано, что в этом году курортный сезон начнется раньше и ознаменует его начало майские праздники. Посмотрим, какая будет погода, но независимо от того, какая будет погода, и можно ли будет наслаждаться пляжным отдыхом в мае этого года. Все равно курортный сезон в этом году начинается 1 мая. Ну что ж, смотрим, начинает ли тут что-то шевелиться. Или же отстаньте, дайте еще немножко поспать. Вообще традиционно и Джумы Те, и Витязева, эти курортные поселки, и Суко, позже, чем центр курорта, город Анапа, начинает оживать после зимней спячки. То есть, по сути, самое начало курортного сезона всегда у нас в самом городе начинается. Там и гостиницы начинают работать уже с мая. И пляжи благоустраиваются в полной мере именно в городе. Но, собственно, по нашим обзорам вы тоже можете наблюдать центральный городской пляж, песчаный пляж на высоком берегу в Малой бухте. И вовсю идет благоустройство этих территорий пляжных, идет ремонт конструкций. Вот. Ну, интересно, как в этом году будут развиваться события в Джумы Те, Витязево и Суко, в связи с тем, что курортный сезон официально, его начало объявлено раньше обычного. Пока что, смотрите, мы идем. И, в общем-то, никаких изменений. Что мы с вами здесь были две недели назад, что два месяца назад. В общем-то, вот идет какое-то строительство гостиничного объекта. Вот здесь слышна движуха. Во всем остальном мы видим, что курортный поселок еще спит. Посмотрим еще вот там вот на территориях, прямо возле пляжа, что происходит. Ну, и в самом деле, друзья, ладно бы, если бы еще бы погода, да, как бы так нас подготавливала к приближению лета. А погода, как видите, не балует в этом году. Весна пасмурная, часто дождливая. И вот сейчас такой период, в общем-то, стабильности. Но стабильность эта установилась не в самом лучшем качестве. То есть изо дня в день у нас пасмурно. Так или иначе, идут дожди. Вот мы видим последствия этих дождей. И все никак, температура воздуха не поднимется стабильно выше 15. В среднем где-то каждый день, изо дня в день, плюс 10, плюс 15. Приближаемся к выходу на пляж. Здесь у нас небольшие ступеньки, небольшое количество. Ну, вот здесь мы видим, здесь ряд торговых палаток. И в этой части видно, что люди готовятся. Готовятся. Вот видно, что деревянный настил обновили. Видно, что вот за газонами ухаживают. И, собственно, готовят торговые палатки. К сезону. Здесь вот тоже какие-то движения. Здравствуйте. А пляж когда обещают уже запустить? Скоро. Скоро, да. К 1 мая? Да. То есть 1 мая уже все тут будет стоять, да? То есть непосредственно возле пляжной территории мы видим, что подготовка к сезону началась. Причем вот эта вот часть, да, торговых палаток, она находится уже по сути на пляжной территории. То есть на территории, где песочек. И вот интересно, что в районе Витязева, в районе Паралии, те ролеты, которые зашли, залезли на территорию пляжа, их демонстративно в этом году демонтируют. Но вот до Джимотэ пока такой инициативы не дошло. И судя по тому, что мы видим, ралеты не демонтируются, а готовятся к новому сезону. Также замечу каждый раз, когда я здесь бываю, и в этот раз тоже эта полоса пляжа, вот здесь вот ширина пляжа в этом месте Пионерского проспекта самая узкая и, наверное, самая посещаемая, потому что это прямо центр курортного поселка. В одну сторону шире пляжи, в другую сторону шире пляжи. Возможно, такое ощущение именно из-за того, что мы видим вместо торговых палаток барханы, а здесь вот как в этой части понятно, да, что на месте бархана, вот немножко, но залезли своими торговыми площадями. Замечательно, что нет ветра, абсолютный штиль, море шелестит, небольшой прибой. И Анапа, вдалеке Супсевские горы, серый весенний пейзаж. Вот такой, мне кажется, и запомнится нам весна 2021 года. Вот здесь рядышком с выходом на пляж тоже какие-то деревянные конструкции вынесли, подготовили. В общем-то, есть ощущение, что к первому мая тут, наверное, установят конструкции для навесов. Это у нас дорожки. Все, я сейчас подошла и вижу. Это у нас деревянные настилы, из которых собираются дорожки. Дорожки по песку к морю и также между лежаками. Заберемся на барханчик. Солнышко немножко просвечивает сквозь просветы. И сразу под солнечным светом картинка становится выразительнее. Вот эти вот деревца, кустарники, которые преобладают на Анапских дюнах, это лох серебристый. И вот он тоже уже пускает первые листочки. Я считаю, что главное, чтобы не было дождя. А так, в общем-то, наверное, май – это уже такой месяц, когда, в принципе, можно будет уже комфортно даже в пасмурный день находиться на пляжах. Загорать, насколько это будет возможно, насколько будет чистым небо и ярким солнце. Ну, как минимум, получать воздушные ванны. Купаться – это уже, конечно, единицы. В мае температура моря. Не думаю, что будет доходить и плюс 20 градусов, в связи с тем, что весна, март, апрель не баловал теплом. О, выглянуло солнышко, как же хорошо. Сразу, сразу становится теплее. Но, думаю, вот как раз-таки в мае, тогда еще температура воды в море не позволяет большинству купаться. Как раз актуальны отели, гостиницы с бассейнами, с подогреваемой водой. Ну, и также Максим вчера озвучивал на прямой трансляции, рассказывал, какие мероприятия ждут посетителей Анапы в мае. Руководство курорта готовит не только пляжи, не только набережную, центральную к приезду гостей, но и также развлекательные мероприятия. Ну что ж, я все это жду с нетерпением, особенно фестиваль воздушных шаров, который пройдет 14 мая. На центральном пляже будут запускать большие воздушные шары в утренние и вечерние часы. Ну, это прям что-то вообще очень масштабное и необычное для Анапы. Я знаю, что многие из вас, кто смотрит наши обзоры, уже совсем скоро собираются в Анапу, уже вот неделя-две, и вы приедете к нам на отдых. Я желаю вам обязательно солнечной погоды, веселых, ярких впечатлений от отдыха в нашем замечательном курорте. Ну и кто не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе, какая погода в Анапе, какая ситуация на пляжах Анапы в преддверии курортного сезона. На нашем канале почти каждый день проходят прямые трансляции. Вы, будучи в своих городах, можете гулять по пляжам Анапы в прямом, в реальном времени. Все, друзья, была рада вам передать джимутинский привет всем любителям джимуте. Привет! Всем всего хорошего, еще обязательно увидимся. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok